Всем здарова, всем привет, вы на канале Гамбита. Здарова народ и вот он наконец-то мой личный собственный хаос Артур. Я докрутил таки до гаранта, пришлось сделать практически 30 экип для того, чтобы добить последние 30 гемов, но вот, ребят, хаос Артур полноценно, 1.6, без шкафа, без внешки, ну шкаф внешка это одно и то же, но на истинной пробуде 71,8 тысяч бк это мой личный собственный хаос Артур 1.6. Я наконец-то чертовски счастлив, пора его усиливать и хотя бы как-то попробовать им поиграть, пока он еще играбелен. И сегодня с вами мы поиграем на моем личном хаос Артуре, теперь мне нужно идти на другие аккаунты, чтобы найти хаос Артура. У нас будет хаос Артур, у нас будет маленький герой Персиоли, светленький, потому что мне он понравился в последнее время, заинтриговал, скажем так, не так, чтобы убер сильно, но заинтриговал. И у нас будет юный рыцарь Ланселот, ну, потому что это новый фестиваль, почему, собственно, бейнет, мне весьма неплохо играет с людьми. И четвертый слот я все-таки буду использовать Принц Сигурда, потому что мне пока он нравится. 261 тысяча бк с половинкой. И мы идем в ПВП искать противников, которые готовы. В этом видосе бросить вызов моему личному, собственному, недокачанному хаос Артуру. Ну, он пока еще не готов. Он пока еще не готов, но у меня аккаунт неплохой, может быть, его и хватит. Так, у нас Эсконор против Ланселот с Линком Тарма. Вот, это уже интересненько. Это реально интересненько. Так, давайте сделаем вот так. Вроде, как я слышал, это неплохой рассказ по картам. Ну, то есть, инфект очень неприятная тема. Хаос Артур метка. И у меня он даун. К сожалению, у меня Ланс 2.6. Да, 3.6 я еще не докрутил. 132 тысячи, доп дэмэдж. Хватает. Вполне спокойно хватает. Вот при 4.6 там было бы 100% урона, я бы точно знал, что я добил его или не добил. Но здесь, увы. И мне нравится то, что когда Ланс против Ланса играет, и они светят друг другу руки, друг другу рука, она засвечивается автоматически. Это очень любопытный момент. Но у меня сейчас взорвется по урону мой хаос Артур, потому что он на 4 стака. Он готов, он заряжен. Так, Ланселот атакует. Похоже, или этот, Легион от Линка, это все-таки бот. Доп дэмэдж неплохой, но у меня светлый персер, обалденно все дело отхиливил. Блин, класс. Я не знаю, конечно, как вы, возможно, вы уже слишком много переиграли на хаос Артуре. Он вам не столько прям интересный герой сам по себе, но мне он нравится. Кстати, я, наверное, сделаю так, сделаю так, сделаю так. Я залокаю хаос Артура своего. Ну, во-первых, от него сейчас урона будет неплохо, 217 тысяч урона. Во-вторых, это всякие там линкитармы, он обалденный. А, ты, команда оппонента, подожди. Там один ушел, а второй следом за ним. Сейчас такой, а, извините, я дос... Это зеленый персер с инфектом. Очень плохая идея. Очень плохая идея. Эсконор атакует моего хаос Артура. Не пробивает. Не пробивает, но он старался. У него до сих пор висит карта. Хаос Артур, пожалуйста, бон аппетит. Это ваш первый победный экран на этом аккаунте. Бон аппетит. 121 тысяча урона. Я считаю это великолепно. Давай, победный экран. Это мой. Да, внешки нет, к сожалению. Те, костов нет. Косты сейчас не в продаже. Их нужно покупать за гемы. Гемов у меня тоже нет, потому что только что докрутил одну витрину. И мне нужно будет уже готовить гемы ко второй витрине. Потому что скоро выходит у нас на третью неделю новый герой. Ну, то есть, его тоже нужно как-то зашоукейсить, как-то показать. То есть, такого формата. Но, блин, я не знаю, на самом-то деле, успею ли я накопить хотя бы какие-то гемасики или нет. Второй ход. Нас перебивают по БК. Второй наш матч против фестивальной формации что? Кстати, кардров не самый приятный. Вот очень не самый приятный. Мне тяжело будет двигать карты для того, чтобы получить все, что я хочу. Хотя, с другой стороны, команда оппонента тоже не особо агрессивная. Лардиана, конечно, прикольная. Но у меня в пол пати людей. Это очень неприятная пати людей. А у Ешка не критична. Вторая у Ешка тоже особо не критична. Пока танчим. Проблема того, что Хаус Артур сейчас из-за сожженного АС-шки особо не будет дамажить. Хотя, с другой стороны. Просто обновим стаки и в следующем раунде покажем, что такое дэмэдж. Потому что у меня будет Ау Ешка Артура, Ау Ешка Ланселот. Ой, там столько много урона. И оппоненту сейчас нужно думать. Потому что, с одной стороны, вроде бы как Ланселот очень неприятный. Но Хаус Артур тоже взорвется в плане урона. Поэтому ему прямо здесь нужно быть очень аккуратным. И, кстати, самая большая проблема, наверное, этой всей пати формации. В том, что он не использовал заповедь Эстароса, например. Либо заповедь Зелдриса, либо заповедь Маспиета. То есть такого формата. Чтобы я либо терял бафщики, либо не мог рашить себе суперприем. Хаус Артур живет. Он, мой малыш, живет. Мой малыш живет. Так. А кто мне больше не нравится? Я думаю, мне больше не нравится Эсконор. Поэтому делаем инфект. Делаем АУ Ешку. И сингл-таргет Хаус Артура должен добрать вражеского Эсконора. 243 тысячи урона. Не самый плохой дэмэдж. Там Диана еще стоит. Но Диана под инфектом. А Диана полностью развалилась. 320 тысяч урона. Там уже Ланселот весьма неплохо разогнался. 115 тысяч. И это была фестивальная пачка против пачки людей на данный момент. Очень неприятные пачки людей на данный момент. Да, я немножко потерял в плане АЗшки. Но Мэрин я сейчас не боюсь. То есть да, команда собрана интересно. То есть Диана, Эсконор, Мел. Это очень классная идея именно в фестивальной формации. Но в фестивальной формации сейчас играет очень плохо. Ей очень много чего не хватает. Ну что, ультимейт хаос Артура. И нужно быстро двигать карты. Давайте так сделаем. Просто и все. Ультимейт хаос Артура 1.6. 1.6. Извиняюсь, ребят. 106 тысяч урона дальше залетают. И это второй победный экран для моего маленького хаос Артура. Я чертовски счастлив. Не знаю, конечно, как вы, но я чертовски счастлив. Я наконец собрал почти всех героев в игре. Остался Варгис. Но Варгис у меня топ 100. Первая неделя пошла очень плохо. А под вторую неделю у меня нет особо прям хорошей заряженной формации. Ну то есть шансы вытащить Варгиса очень сильно близится к нулю. Ну не, первая неделя вообще не пошла. Я даже до 4 с половиной. Я несколько раз доходил до 4 с половиной. Потом попадался сразу 3 матча подряд на констовиков. И отправился домой. Вот, кстати, про констовиков мы говорим. Данте. 28 тысяч БК. Это БК, в принципе, констовика. Либо там... Не, это Гельда. Но Айнс неплохой в плане урона. Айнс очень неплохой в плане урона. Я, кстати, не знаю. Возможно, Айнс даже буду сейчас забирать. Не Гельду, а Айнса. Трипл АОЕ очень хорошее решение для моего оппонента. Блин. У меня рука не мерзжется. Нормально для Хаос Артура в следующем раунде. Ладно. Делаем тогда так. Пока... Даем максимальный выживаль для нашей команды. То есть такого формата. Попробуем пережить. 87 тысяч урона. Отхил. Лок. Окей, хорошо. Но у меня, во-первых, две... Первая стрела пошла. Во-вторых, у меня сейчас Хаос Артур может взорваться в плане урона. Хаос Артур не факт, что упадет. У него есть два бафа от Персивали Светлого. И бонус по обороне от Ланселота. То есть здесь, может быть, все нормально. В следующий раунд я буду юзать метку. Ну, свою активку для того, чтобы поснимать дебаф из себя. Отхил? Ей, сюда отхил. Не Айнс? Я думал, Синглитарь Айнса сейчас сделает свое дело. Ну да ладно. Так, сразу юзаем... Оу, релик. Я не полностью нивелирую весь Валуев от релика, но все равно хочу это сделать. Так, делаем так. Это даст мне вторую стрелу, да? Да. Хочу ли я еще сразу атаковать? Я думаю, да, я хочу сразу атаковать. Мне нужно забрать Айнса. Притом, Айнс очень плотный в этой формации. В принципе, Айнсы очень плотные сами по себе. Поэтому весь дэмэдж влетает в него. 150 тысяч урона. Отлично. То, что Хаус Артур залог, она на самом деле так себе. Новость. Ну, то есть, абсолютно не новость. У нас нет бафа на восстановление. Но у нас лингтарма и провокация от Хаус Артура. И Хаус Артур, кстати, в следующем раунде снимет с себя дебаф Тармиеля. Потому что он скинет с себя два дебафа, а дебаф Тармиеля как раз второй. А он тоже это все дело поснимает красиво. Главное, сейчас не развалиться. Немного карт. Гильды, пожалуйста, не очень много. Хаус Артур, живи. Он живет на лингтарме, он живет. Ладно, против Гильды, скорее всего, про... Да, против Гильды, скорее всего, развалится. Ну, а с другой стороны, там уже весело неплохо настакался Сигурд. И Бабушкино проклятие. А все знают, что Бабушкино проклятие. Лучше Бабушкино проклятие в гости не ходить. Так, значит, у нас есть ауты. Какие у нас есть ауты? У нас есть ауты, попробовать забрать Гильду. Притом, делаем так Сингл Тарри, так АУЕшка. Это две стрелы. И по двумя стрелами, я думаю, мы добьем и Демиурга. То есть, да, урона маловато. Но метка наложена. Демиург сейчас немножко пострадает. Да, 223 тысячи урона. Это Светлый Персивель, который может что-то сделать. У нас фулл хп, и Демиург выжил. Гильда не переживет. Блин, она пережила. Пережила, пережила. Я не знаю, как правильно сказать. Но у меня ультимейт на Ланцелоте. Там ультимейт на Гильде. Я надеялся, что Гильда не переживет этот рассказ. Помнят Гильда, которая в ближайшее время еще получит реликвию. Звучит максимально солидно, максимально вкусно. Так, у нас нет нормального Синкалтарита урона из-за... Делаем так. Но я сомневаюсь, что я без Ланцелота смогу Гильду продамажить. Ну, то есть, у меня была возможность, скажем так, добить. Но мне немножко не хватило. Не, я сомневаюсь, что я Гильду смогу продамажить. Особенно после ее ультимейта. Ай, блин, проиграть чисто из-за того, что Гильда собрала быстрый суперприем. И, блин, она меня разваливает. Не Сигурд выжила, это хорошо. Кстати, два бабушкина проклятия там уже. Да, там голдовая рука, но это два бабушкина проклятия уже на ней. То есть, АЗ-шка понемногу режется. Хотя, это минус 10% связанных с АЗ-характеристик. Так, ультимейт Ланцелота. Пока держимся. Я понимаю, что Сигурд, скорее всего, развалится в следующем раунде. Ну, может быть. Это констовик против нас. Ну, я не знаю, сделать 280 тысяч БК на такой команде у меня нет возможности. Даже если бы у меня были шестые суперприемы, я бы не дошел бы до такого АЗ. Хотя, с другой стороны, она меня особо сильно сейчас не тыкает. Ну, ладно, ультимейт протыкает. А у меня еще самого суперприема особо не собирается. Скорее всего, сейчас будет минус Сигурд. Я ему дал плотность, но у него нет карты истощения шкалы суперприема. То есть, все три бафа, которые я мог ему дать, я дал. То есть, и демаж... Это бот, что ли? Это, кажется, бот. Ну, скидывать карту Ланселота сейчас не имеет смысла. Давайте попробуем вот так через Сигурда сыграть. 48 тысяч уроны раз. Сигурд! 56 тысяч уронов второго левела картой. Ну, там три бабушки на проклятии. Минус 30 процентов. Какая шука Сигурда? Какая шука Сигурда? Ладно, гельду без... Уже без бабушки на проклятии мы гельду точно не дотыкаем, поэтому это полноценный проигрыш в этом видео. Ну что, ребят, это видео стоило мне один гемасик, а знаете, кто мне оформил этот гемасик? Спонсор этого видео. Хочу порекомендовать вам Палатка Шоп. Магазин, в котором вы можете совершать покупки в любой игре, а также в Блокман Гоу, и, что самое важное, по самым низким ценам. Магазин работает уже второй год, имеет тысячи отзывов и идеальную репутацию. А сами заказы выполняются не более 15 минут. Более подробная информация в их телеграм-канале, ссылка в описании. И, кажется, у нас матч-реванш с Данте. Ну, блин, я не особо хотел увидеть матч-реванш с Данте, ну да ладно. У нас есть такая возможность, попробуем сыграть, с учетом того, что мне сейчас даже не надо двигать карты, я могу вполне спокойно так выкидывать ДПС, который у меня есть в руке. Да, я так и сделаю. Линддармы, конечно, на Айнзе очень сильно бесит, но у нас нет особо других вариантов. Гельду мы в любом случае сразу не заберем. А 6-6 Айнз это бесячая тема, это чертовски бесячая тема. Так, локом Персиваль, это нормально, прок? А-а-а, я понял, матч-реванш в этот раз будет на других условиях. Абсолютно на других условиях. Здесь просто ультимейт на Гельде. Здесь не просто ультимейт на Гельде, у нее и так была одна лишняя карта. Ну да, я не добиваю. 357 тысячи, неплохой ДПС на самом-то деле. Весьма неплохой ДПС, но я не добиваю. Блин, а кого он может приговорить? Он может Персика приговорить сейчас. Либо, ну, Артура, я не знаю. Сомнительно, он может приговорить Хаус Артур на самом-то деле. Хотя я не знаю, как он сейчас отыгрывать будет. Будет ли он вообще кого-то приговаривать или нет. Не, он разыгрывает карта Гельды. Я живу? Я выжил? Я все еще живу. 126 тысяч хила. Во, приговор Айнза наконец-то. На Артура такие. Абсолютно верный выбор. Я не знаю, почему он этого не делал раньше. Ну, Айнза там руки нет. Мне надо что-то с Гельдой сделать. А я деба все равно не наложу. Это и весь мой ДПС потенциал, который я сейчас могу выдать. 150 тысяч урона. Он старался. Он старался. Под суперприемом прям. Не, ну, слушайте. Когда там заходит просто ультимейт Гельды в первом раунде от первого хода. Ну, блин. Притом голдовыми картами. Тут я не знаю, что делать. Вот я честно говорю. Я не знаю, что можно было сделать в этой ситуации. Кроме как скипнуться. Ну, Айнз, 66 Айнз это лютая машина. А он мне 26. Поэтому нет. Я не смогу показать вам всю силу. Но 2-6 Айнза. Как он играл бы на 6-6. То есть весь этот демашедакшн очень классная тема. Особенно, когда у тебя есть открытое седьмое созвездие. Ну, да. Данте показал нам разницу в силе между закрытым созвездием и открытым созвездием. В первом матче у меня еще были шансы. А во втором матче я уже нет. Уже не сыграл. Хорошо. Здесь очень приятно открытый ланселот. Теперь все неприятно. Но мне нравится больше открытый ланселот. К тому же мне нравится ход моих карт. Они такие, здравствуй, добрый вечер. А не верите ли вы в очень хороший кардроф? 117 тысяч урона. А ну, может, хватит. Давай. Я верю в то, что сейчас урона хватит. Для того, чтобы ланса забрать. Да, хватило. Там тоже, кстати, Сигурд был. Я смотрю, Сигурд в команде людей прям приглянулся очень сильно. Мне он нравится. Я постоянно видео использую как раз именно Сигурда. А ребятам тоже, я смотрю, он прям очень сильно зашел. Хорошая попытка. Очень хорошая попытка. Но хилл светлого персиволя. Мне вообще нравится хилл светлого персиволя. То есть, без ланса светлый персиволь, ну, вообще ни о чем. С ланцем он уже смотрится чуть поинтереснее. Потому что команда может пытаться танчивать все ДПС. Там 6-6 эсконор или мне показалось? Да, 6-6 эсконор. И мне не показалось. Это раз. А во-вторых, если я сейчас убью персиволя, как я хотел убить персиволя. Давайте вот так, вот так. Все, вот так нормально. О, пришла маленькая. Да, 120 тысяч. Просто я не хотел использовать лишний стак стрелы. То есть, такого формата. Сигур тоже упадет. Сигур тоже падает. Остается один светлый персиволь на костюмчиках. Но у меня такого уже нет. Ультимы. Вот и. Ребят, запись кошечка. Я не знаю, видно вам эту кошечку прекрасную или нет. Но она здесь. Аннабелька со мной. Попытка забрать ла... Нет, нет, нет. Ланселот, конечно, очень классный с ультимейта. Я бы хотел заиспользовать его. Но у меня есть Артур. Давай. Раз, два, три. Вот так. Да, там есть Рэвайв. Но против Инфекта нет приема. У Рэвайва против Инфекта нет приема. 64 тысячи, не смотрите на урон. Там просто кап урона у светлого персиваля был. Ну что, получается последний матч на этой прекрасной команде с светлым персивалем. Не знаю, можно, в принципе, пробовать этот матч, последний матч сыграть. Не, уже не получится. В топ-100. Чисто так, Роффлора. Я все равно там проиграю. И поэтому можно было взять эту команду и пойти в топ-100. Хотя бы один матч на ней сыграть. Но видно не в этом видосе. Слишком не готов мой хаос Артур для топ-100. Это факт. Феечки. Против нас феечки. Я Инфект сейчас использовать не буду. Сейчас, с другой стороны, почему не использовать Инфект? Дебафф Глокса. Я не хочу дебаффать Глоксом себя. Давайте сейчас вообще вот так. Мы заставим Кинга использовать свой баф. 135 тысяч. Это нормально. То есть мы сейчас потихоньку разгоняемся. В следующий раунд у меня взрывается Хаос Артур в плане урона. Если что, у меня взрывается и... Ланс в плане урона. Как минимум по вражескому Ланселоту, потому что он дает... В принципе, весьма неплохо базовый характеристик. Можно будет раскидать. Ой, светлый Персиваль на примете. И окаменение... В принципе, логично. Это похоже на бота, но все равно. Это крайне хороший ход. С другой стороны, я могу сейчас скинуть две атаки Персика. Снять окаменение и... Я думаю, это сейчас будет наиболее профитный ход. То есть даже не отыгрывать от Хаос Артур. То есть Хаос Артур уже провокацию накинул. Нормальный. 15% базовых характеристик он мне дает. Мне просто интересно забрать сейчас Ланса. Да, я могу выйти с окаменения. 444... Да. Вот именно это я как раз и хотел увидеть. Килл на Лансе. Поэтому... Ну, если бы не вторая левела карта, я бы через Хаос Артур это все дело пораскидывал. Но из-за того, что второго левела АОЕшка, я знал, что второго левела АОЕшка нормально дамажит. Я использовал как раз ее. А я смотрю, Кинг прям дамагер. Хаос Артур. Хаос Артур. Я думаю, этого хватит урона для того, чтобы добить. И просто здесь еще тычку сделаем. 300 тысяч урона. Связывается так, как характеристики вообще все равно. То, что он не кританет. Главное, это дополнительный урон от максимального АОЕ. Это самое важное у Хаос Артура. Потом, в принципе, его там локоть такого формата может вполне спокойно. И хилибра... Блин, у меня нет карт Хаос Артура для финального победного экрана именно Хаос Артура. Можно, в принципе, подождать. Хотя, ладно. У нас в Ланцелот как бы тоже, ну, немножко есть нашей формации. Да, 495 тысяч урона. Победный кран Ланцелота. Ребят, наконец-то, наконец-то я достал своего Хаос Артура. Мы прошли через очень долгий путь. Вместе с моим несуществующим Хаос Артуром. И да, ребят, особенно те, которые следят за мной достаточно-таки долго, знают, насколько я сетовал на то, что у меня нет Хаос Артура и Гельды. Но Гельду я достал с Бальтра первую копию. А Хаос Артура я, наконец-то, получил сейчас. Главное теперь Насиенса не потерять из следующей витрины. Иначе... Ну, иначе у Гамбита будет снова минус один герой на аккаунте. Что будет очень, не знаю, лично для меня неприятно. Хотя уже... Варгес проходит мимо меня, так что это реально обидно. Но на этом у меня всё. Спасибо большое за компанию, спасибо большое за внимание, за то, что уделили мне время. Потому что это для меня крайне значимое событие. Достать Хаос Артура и, по факту, собрать практически всех героев у себя на аккаунте. Это, ну, не знаю, это лично для меня очень классное, важное достижение. Да, только Варгес остаётся самой большой проблемой. Теперь у меня нехватающим героем будет Варгес. А это чисто герой из топ-100. Сомневаюсь, что я его достану, но... В следующем сезоне, наверное, попробую. Может, в следующем сезоне мне больше повезёт. Хотя бы в следующем сезоне у меня будет закрыто Созвездие. Шестое, открыто Седьмое Созвездие. И там я уже смогу как-то отыграть от Созвездия хотя бы. Ну, а там у меня всё. Спасибо за компанию, ребят. До скорого. Сидимся на этом канале. И, да, здесь будет ещё много контента. Поэтому берегите себя и подписывайтесь на этот канал. Плюс 100 удачи, говорят. Увидимся.